всем привет с вами ted итак вы выбрали расу протас и собираетесь делать свои первые шаги что же нужно научиться делать для начала начала нужно научиться строить рабов и тратить ресурсы первое упражнение которое вы должны будете сделать я вам сейчас собственно и покажу находите вкладку совиновательной игры против ботов и и на и начинаете протас один на один вот какая ваша задача ваша задача научиться создавать 200 лимита то есть у вас просто должно быть справа вверху там где лимит количество 200 раньше чем на девятой минуте против легкого бот то есть это вот первая задача которую вы должны освоить и делать со стопроцентной вероятностью то есть в этом нет ничего сложного для этого вам нужно всего лишь следить чтобы у вас рабочие строились без перерыва строились без перерыва к примеру эти пилоны солдатики вот и все будет окей рекомендую всем 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 досмотреть до конца самое обязательное потому что вас ждет классный сюрприз вот поэтому смотрите внимательно вот итак начинаем что нам первое нужно чтобы сделать лимит как можно раньше нам нужно для начала экономика вот но мы не будем забывать все-таки про стандарты какие-то и мы будем ставить и гейт тоже мы будем ставить и газ будем его добывать и не спеша строится 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 вот и все будем делать максимально стандартного все будем делать ничего не будем выдумывать хитрого просто строим рабочих и вот это собственно основной скилл следить чтобы как только рабочий построился у вас строился уже следующий и была постоянная добыча вот сейчас пойдем ставить вторую базу и в принципе для супер новичков рассказываю что это есть вот открытие стандартное то есть мы ставим пилон гейт и газ и потом на двадцатом лимите мы ставим nexus видите меня пробка пришла сразу же поставила nexus соответственно только она поднялась можно ставить кибернетку и продолжаем строить рабочих делаем газ делаем второй пилон у нас все отлично вот это в принципе вся база starcraft нужно реально знать чтобы выходить в мастер но я вам естественно следующих роликах покажу еще фишечки вот какой вас ждет бонус на самом деле очень крутой вот очень очень крутой потому что я сделал сейчас x и делаю сталкера и начинаю учить варп вот и все бусты я буду скидывать в экономику для начала то есть чтобы быстрее сделать лимит вам нужно сначала быстрее экономику получить вам нужно больше добывающих пробок и всего остального вот что же я сделал я сделал крутейшую табличку которая показывает сколько вам нужно зданий смотря каких юнитов вы хотите строить табличка супер шикарная супер прикольная и собственно по ней вы можете придумать классные алыны где же ее достать а чтоб ее достать нужно всего лишь первое не забыть подписаться на канал второе лайкнуть этот видос после того как вы посмотрите его до конца это важно а третье ну собственно как бы не было прискорбно это так сказать признавать просто зайти в описании к видосу и там написано табличка его там вот можете собственно посмотреть то есть первых пару пунктов было не совсем обязательный но тем не менее очень приятных если вы все-таки выполнили это было бы супер шикарно с вашей стороны вот сейчас я чуть-чуть останавливаю производство рабочих потому что я готов поставить третью базу вот у нас на 2 16 и вот посмотрев на эту табличку вы как раз можете понять что чем выше ваша экономика именно количество добывающих пробок на количестве баз а тем круче тем круче вы можете быстрее замакситься на то есть сначала всегда идет экономика потом все остальное вот сейчас если вам не нужно строить юнита к примеру на то сейчас я заказал иммортал но если мне не нужно строить иммортала лучше его не строить вот такая вот интересная простое правило лучше кидать бусты в пробок и строить больше пробок и только на сдачу заказывать все остальное вот быстрее всего макситься на зилках на сдачу можно брать архонов потому что газа будет много с трех то баз полных и смотрите вроде бы на 60 лимита на то есть вроде немного вроде пятая минута и кажется как это к девятой да как я говорю собрать 200 но мы соберем на уже раньше чем на девятой минуте потому что у нас уже на 5 сейчас полная экономика будет и вместо того что бы строить пробок мы перейдем просто в режим максимального тупо постройки юнитов вот как я говорил мы ставим темп ларню чтобы на сдачу заказывать смотрим сколько нам еще пробок достаточно все сейчас будут полные заказываем чаш и начинаем делать гииты вот если вы табличку посмотрите там можно посчитать что нам нужно где-то 10 гитов хотя учитывая именно архонов что они будут занимать какое-то место я бы сказал возможно где-то 11 12 гитов нужно будет вот мы сейчас построим просто напросто 10 и скорее всего нам должно хватить потому что мы еще одного иммортала закажем ну вот все иммортал пошел теперь мы ставим пилонов чтоб нас было достаточно сопла и свободного на 200 лимита это не оптимальный способ оптимальный конечно же сначала варпануть потом построить но это не важно суть в том что если вы смогли до седьмой минуты полностью раскачать три базы если вы это смогли сделать значит вы строили рабов достаточно усердно и без перерыва и у вас все будет окей я тут имморталов еще подмешиваю в принципе сделаем призму и еще два пилона получается и у нас будет максимальный саплай да и видите с правильной экономики вы будете намного быстрее мисс базы кстати кто вот сейчас уже скачал табличку и ничего в ней не понимает например обязательно пишите в комментариях прям вот дословно гайд по табличке на то есть если вы соберем достаточно комментов которые звучат гайд по табличке ну собственно я сделаю гайд по табличке вот все достаточно просто честно ну вот итак восьмая минута 140 лимита сейчас главное не пропускать наши варты делаем сначала 10 дел очков ждем чуть-чуть и смотрим да как я говорил до 9 минуты у нас уже будет макс саплай смотрим следующий варп 820 мы его делаем на все деньги мы делаем темп ларов выказываем его и все и вот у нас считайте 8 30 200 саплая если вы вот так вот смогли сделать 10 раз подряд я думаю у вас все круто вы способны тратить срезы вы нашли свой способ тратить срезы и вы готовы переходить ко второй стадии но естественно вы сейчас вернитесь писать в комменты что а я уже играл с людьми это не работает запомнить что вы сейчас тренируете скилл да вы тренируете навык работают правильные кита билды но если у вас нету навыка вот так вот тратить срезы они работать не будут нам то есть и сейчас мы смотрим внимательно момент как раз таки из игры естественно ребята это видео для начинающих вот конкретно это да из всей серии которая разберет все 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 чтобы вы вышли в мастер лигу и собственно вот момент против начинающего другого процесса как это все выглядит вот кстати обязательно попробуйте собрать 200 лимита и напишите за сколько времени у вас это сделать получилось любого вот просто напишите лимит который вы собирали и за сколько времени у вас это сделать получилось вот пишите в комменты и вот смотрите вот допустим большинство игроков как начинают они ставят вот так вот пилон строит рабочего и потом останавливают производство рабочих по какой-то причине на то есть что-то ставит здания какие-то вот а потом решает что ему нужно пойти там сейчас он поразведывает и побежит ставить и побежит ставить нексусы короче вот там почему это плохо потому что скорость насыщения моего вот этого нексуса будет с двух нексов да понимаете рабочим вот отсюда вот досюда идти буквально экранчик вот этот путь проходит и естественно когда я строю рабочих двух нексов я быстрее их получаю да и в момент пока он только дошел поставить нексус мой уже готов и все что я делаю в игре это просто строю на то есть куча народа из бронзы часто задает вопрос как контрить карьеров да то есть батоны например да я прихожу кто су там грелки там армада как его контрить все очень просто если вы играете все еще в бронзе в серебре и даже в нить золото да то есть даже если вы все еще в золоте перестаньте ставить вот эти базы просто раскачайте три базы к шестой минуте на это просто строим пробок вот затем поставьте кучу гейтов и затем просто из них строите солдатиков желательно чтобы это время у вас стояла роба и вы просто строили имморталов чтобы у вас была хоть какая-то армия и все и вот смотрите в обычной реальной игре конечно же в лигах пониже у нас восемь тридцать восемь сорок уже в принципе собрано до девятой минуты 200 лимита и как работает это да вот у него у него посмотрите страшнейший юнит в игре кейлер на батон он же убийца всех он же король золотой армады то есть и как его победить спросите вы ну фишка в том что вам часто не надо побеждать его вам важно вспомнить что нужно чтобы выиграть игру в starcraft 2 если вы читали внимательно гайд по игре да там где-то близы написали чтобы выиграть игру вам нужно убить все строения соперника то есть нигде не сказано о том что вам нужно законтрить батона вам его не нужно контрить вам нужно убить все строения как это сделать получите экономику и просто стройте да смотрите то есть я его не буду трогать этого кейлера я просто отправляю зилков они крушат здание потому что моя задача убить здание мне не надо его убивать вот этого батона то есть просто зилки будут идти сжирать здание он с ними ничего сделать не может потому что зилков я делаю больше если бы я даже stargate не убивал он бы продолжал делать батонов к примеру выходил бы один батон в минуту но выходило бы 30 зилков умноженных на 3 в минуту то есть 100 зилков в минуту у меня может появляться все вот так вот это работает естественно он проигрывает поэтому вот такой вот у нас первая серия спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был тет и и и и и и и и и